Привет, друзья, привет. Ну, раз понравилось, расскажу ещё про Петросяна. Я же обещал вас как-то развлекать. Сейчас такое время, как раз только развлекаться надо хотя бы 5 минут. Ну, Петросяна, Идика Александрович, ну, Петросяна. Ну, расскажу про Петросяна. Значит, мы поехали в Москву с Петросяном. В моём гостинице, значит, он мне говорит, мы там стоим в буфете, сосиски покупаем. Значит, Петросян мне говорит, слушай, Ара, это правда, что ты в 2 часа на работу приходишь? Я говорю, ну, Идика Александрович, у меня тогда голова лучше работает. Я ещё всему отделу пропускаю, сделаю, чтобы в 2 часа приходить. А там же такая ситуация, это же режимное предприятие. И всему отделу сделал, говорит. Я говорю, да, ну, все в таком хорошем состоянии, приходят, радуются. Выспались хорошо, сюда ехать ещё надо столько времени. Говорит, Ара, ты хотя бы мне не говорил. Ну, ладно, потом, знаешь, такой случай. Стоит Петросян около предприятия, и как-то получилось, что обоз задерживается. Это он наш шофёр Петросяновский. Вот, и в этот момент я говорю, Идика Александрович, я вам сейчас найду машину. Он говорит, не надо, не надо, подожди. Встал у дороги. Ну, все же знают его. И сразу первая же машина останавливается, он садится. Мы едем, и водитель сначитает. И говорит, Идика Александрович, вот вы знаете, у меня в семье столько детей. Я хотел у вас квартиру попросить. Петросянов говорит, слушай, Ара, ты один раз только меня в машину посадил, уже пока квартиру хочешь? Ну, и смешно ещё, Петросянов приехал, другой Петросянов, который юморист. Ну, Идика Александрович, его жена белая, его сводила к тому Петросяну, чтобы он отдохнул хоть немножко. Он же всё время пашет, он всё время работал у Петросянов. Ну, и на следующий день его спрашивают, Идика Александрович, ну, как там у Петросяна, у юмориста? А Петросян, он такой был необыкновенный человек, ему всегда хотелось как-то выделиться. Он говорит, я единственный был, который там вообще, что, Идика Александрович, который спал. Ну, ёлочки. Ну, да, и был у нас ещё один обор. Ну, художником был, художником был на предприятии. Это тоже такая ценная деятельность была. Ну, там надо было делать какие-то образцы, дизайн надо было, к аппаратуре там какой-то или ещё к чему-то. И вот он придумал такую вещь. Он говорит, Идика Александрович, вот я, говорит, думаю, что вам надо машину, говорит, другую, свою сделать, Волгу свою, чтобы вы на Волге ехали. Вот вы сядете вперёд, говорит, зачем вам водитель? Будете за рулём сидеть, ну, вы представьте, да, вот Петросян сидит, вот так вот, да, рядом ваша жена, дорогая, белая, вот, сзади дети, и вы едете, например, на дачу. А Петросян говорит, Абуджан, а ты где сядешь? А он говорит, а я, говорит, буду впереди идти и вот так делать. До встречи, друзья. Девушки отдыхают. До встречи.